— Простите, позвольте представиться. Меня зовут Сергей Горобцов, режиссер, молодой кинематографист. Я вообще пришел ума набраться, послушать умных людей, но очень захотелось высказать буквально два слова. Можно я выскажусь как представитель молодого поколения кинематографистов? — Я полностью согласен, как и со скульптором, так и с потомком императора, о том, что это лично мое мнение. — Гитр, мастерская Попова. Попова. Петра Глебовича. Гитр, Гитр. Петра Глебовича Попова. Так вот, на самом деле это не важно. Я считаю, что это в первую очередь должна быть фигура. Объясню почему. Лично мое мнение. Я когда общаюсь со своим поколением, когда мы вместе смотрим кинохронику Великой Отечественной войны, многие люди, не только которые, вот тоже мои друзья-режиссеры, обычные люди, они смотрят хронику, они не совсем понимают, что живой человек стоит за камерой. И я сейчас посмотрел вот эти варианты, большое уважение к людям, которые даже предложили эти вещи, но я с точки зрения обывателя, молодого обывателя говорю, когда вы посмотрите на эту глыбу с камерой, он ничего не поймет. Должна быть фигура человека с киноаппаратом, чтобы людям было понятно, что это сейчас век, когда можно снимать, вот взял камеру и вот так вот вводишь, и она полностью подчиняется себе. Нужно показать молодому поколению, как тяжело было это делать, как тяжело было снять. А почему по этим фигурам видно? Что-что? Как тяжело было снимать, по этим фигурам видно вам? Камера 3,5 килограмма весит. Это не телефон, а айфон. Я вижу, что человек, понимаете, это концерты, друзья, это же концерты. Мы же все же прекрасно понимаем, что они могут моделироваться, человек может и, мы можем показать, ну, люди, которые будут утверждать этот проект, могут показать, как оператору тяжело. Просто я к чему веду? Камера не в воздухе летает. Мое поколение правда считает, что камера летает в воздухе, я вам честно говорю. Они вообще не понимают, что... Когда я говорю про фантастику кинооператоров, они такие, ничего себе. У них глаза загораются. Они не знают. Просто зачем вы не знаете говорить, если это идиот? Не, ну почему идиоты? То есть вы мое поколение сейчас идиотами назвали? Юрий же сказал. Понимаете, это во-первых. Понимаете, они так не считают, что кто-то там идет. Просто людям нужно показать живого человека за камерой. Это раз, это просто мое мнение. Во-вторых, по поводу того, что вот товарищи говорят о том, что его нужно установить в сквере, тут я с вами согласен. Потому что, хоть и Красногорский архив — это достойное место, чтобы установить памятник, но в Красногорский архив доступ как бы закрыт для молодого поколения. То есть молодые люди туда не ходят. Если я правильно понимаю, вы говорите на территории. Во-первых, сразу хотелось бы внести ясность. Красногорский архив считает своим долгом безотносительно того, что мы сейчас здесь обсуждаем, чтобы у нас был запечатлен памятник. Это главное. Поэтому я не хочу выглядеть перетягивающим на себя канат или наступающим с какой-то инициативой. Я объяснил, почему. Потому что у нас есть память в количестве документов, которые там хранятся. Никто не говорит, что он будет закрыт от общего обзора. Он будет стоять, тем более все знают, и кинематографисты, что такое Красногорский архив, и в городе, и все проезжающие тоже знают, что такое госархив, как он там называется. А он как бы за воротами на речной дом 1 будет стоять? Или же на территории? Просто это интересно. Ну, как бы вы это видите? Не надо. Сейчас, минуточку. Я вам оставлю. Мы видим, что это должно быть открыто широкому доступу. Да, если это так будет участвовать, это хорошо. Потому что должен быть доступ. Давайте мы дадим его скульптору теперь. Вот у нас есть скульптор. У нас, к сожалению, не пришел скульптор вот первого варианта. Да. А второго варианта пришло, и это была целая команда скульпторов, которые сделали этот памятник. И вот, Мария Татирян, пожалуйста, скажите, что Ваня руководила, когда вы делали вот этот памятник? Одно слово, одно слово. Это не фронтовой оператор. Это оператор, спорящий парад победы. Давайте мы послушаем скульптором. Пожалуйста, Людям. Сергей Николаевич, позвольте мне сказать два слова? Пожалуйста. Нет, сейчас подождите, пожалуйста. Я уже дала слово неудобное. Да, да. Пожалуйста. А потом сразу вам, если вы хотите. Вы знаете, я отношусь к всем мастодонтам, которые видели фронтовых операторов вживую во время войны, когда они снимали, в том числе и меня. У нас в партизанском отряде был кинооператор Саша Фролов, который снимал, как мы воевали. Понимаете, в чем дело? Что в моем понимании фронтовой оператор – это святой человек. В бытность свою во Врославе на мемориальном кладбище я смотрел этот мемориальный комплекс под нашим воином и увидел, значит, вот общие могилы солдат и отдельные могилы офицеров. Все доски белые. Потом, говорю, черная доска, на ней написано. Герой Советского Союза, там капитан такой-то. Еще черная доска, подполковник такой-то, герой Советского Союза. Еще черная доска, герой Советского Союза, сержант такой-то. И вдруг смотрю. Кинокорреспондент Николай Быков, черная доска. Тогда я обратился к сопровождавшему нас людям. Я говорю, я хочу выяснить логику, понять логику. Я понимаю, белые доски – это, значит, воины погибшие просто, а черные доски – это не просто воины, это герои, герои Советского Союза. Да, но он воевал без оружия в руках. Он не мог себя защитить. Видите, мы, поляки, чтим его, как героя. Понимаете, вот это люди, это фронтовые операторы. Вот для меня это вот такие святые люди. Но в то же время, вот, я смотрю на одну фигуру, я узнаю Володю Сущинского. Я смотрю на другую фигуру, я смотрю, очень похожую на Кармена, а она не должна быть похожей, не на кого конкретно, понимаете? Это должен быть образ. Я не против фигуры как таковой, но это должен быть образ неузнаваемый, а образ вот вообще того кинооператора, вот того, который чтят как героя. И, может быть, еще, не знаю, кто-то из фронтовых операторов в каком-то разговоре сказал, что мы, как же он сказал, наши оружие два автомата. Автомат камера и автомат шапошника, не шапошника, как он, шпагина, 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 автомат шпагина. Вот, понимаете, вот надо, чтобы было у него два автомата. Я прошу прощения, одну реплику просто, прошу прощения. Опять же, Николай Вербловский. В 15-м году ушел предпоследний фронтовой оператор Семен Семен Школьников. Я вот полгода назад был на его могиле. У него сын кинооператор, закончивший в ГИБ. Это плита, на которой камера. Вот это символ. Там кладбище киношников в Таллине, в этом месте. И там, там нету. Хотя Виктор Семен Школьников мог себе позволить поставить в рост отца. Но он положил камеру на плиту. Это к вопросу о символах. Спасибо. Но вы поймите, фигуративный памятник, это не только вопрос денег. Это вопрос отношения культуры. В русской культуре преимущество отдается фигуративным памятникам. Посмотрите, это люди. Посмотрите. Не всегда, не всегда, понимаете? Нет, всегда. Пушкин это человек. Замечательно, замечательно, конкретно. А в памятник неизвестного солдата, вот к чему мы стремимся, это образ. Понимаете? Около Кремля стоит очень маленький вот этот мемориал. Но к нему не зарастает народная тропа, говоря словами и вот мы хотим нечто такое, понимаете? А не конкретного, не конкретного человека с киноаппаратом. Это вот абсолютно, так сказать, хрестоматийное решение. Вы слышали, вам сказал потомок, что я хочу классического решения. И вот человек с киноаппаратом, это классическая формула, которую нам завещал Дзига Вертов. Человек с киноаппаратом. И поэтому, смотрите, хотят положить камеру. Что это за камера? Это камера Аймо, это камера американская, это камера, которая была у фашистов с той стороны, только называлась Арифлейн. Вы сняли с нее Арифлекс. И была лучше даже, чем американская. И дольше длилось, можно дольше было снимать, и был более широкий обзор. Мы что, положим камеру у врага? Были два аналога советские камеры. Такие же, что на Таймон. Хорошо. А вы знаете, вот Валерий Иванович, закупали ли вы у американцев? Мы закупали, потому что камеры их были лучше. Нет, Валерий Николай, ну, у нас были свои ГС, не надо. Об этом мы говорим. Она и принимается. А что? Да при чем здесь? Сейчас просто что-то, 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 что-то. Это аргумент такой. Аргумент, вы знаете, это образ? Нет. Для меня аргумент не так. Камера в руках оператора, это образ. Для меня аргумент не так. Это не памятник оператора. Почему не скажешь, что это оператор немецкий, но или латышный, например? А у них упоминок, или лодка, или лодка. Вот сейчас как раз... Подождите, вот сейчас у него как раз в руках американская камера Белл Хауэлл, понимаете? Но он-то стоит наш человек, а это наш человек. Ну, вы уже не снимаете, кто-то человек, а не сам. Вы сейчас, понимаете, не заводите принципиально, заводите ситуацию в тупик. Наша камера или не наша камера? А Усевский, вот который, вот фронтовой кинооператор из Аванык, он снимал камеры Аскания немецкой. Это я видел. И что? Да нет, ничего, но мы же ставим камеры за образы оператора. Почему американская камера должна быть дёрганом за прошлого оператора? Потому что она была надёжна. Она работала не от аккумулятора, а от бурджета. Но мы хотим, чтобы она была в руках нашего оператора. Не, Николаевна, на могиле, в дуе ветра, стоит совсем не фигура оператора. На вещь в граббище, там кусок спелкови, вырезан на плане. Даже не в рот его метр. Вы поймите, что это совсем другое дело. Не нужна нам эта конкретика. Юрий Станиславович, давай мы все-таки спросим скульпторов. Мы давали слово Марине. Секундочку, я не очень понял, а про причем скульпторов? Как мы представляем себе эти памятники? Мы о них им сейчас говорим. Юрий Станиславович, ведь они же работали. Мы не можем дать им слово. А подождите, а другой стороны нет. Вот мы обратились к студии Грекова. Почему-то они не позвали их. Мы звали их. Мы звали их. Ну, значит, ну так, значит, мы увидели. Нет, 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 нет. Я объясняю. Нет, нет, нет. Я утром, утром я разговаривала. Нет, 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 нет. Представить это, говорить, а потом проголосовать. Пожалуйста, выслушайте меня. Я утром звонила Тамаре Александровне Самарской. Это замначальника студии по проектам. Она мне сказала, что она придет. После обеда она мне позвонила сама и сказала, что к ней пришли из гильдии операторов. И после этого они решили с директором, что они не будут участвовать в нашем... Она мне сама позвонила после обеда, после вашего прихода к ней. Это первое. Я вам говорю, так же, Юрий Станиславович, так же, вот я отвечаю на ваш вопрос, могу сказать, что мы приглашали военно-историческое общество. Это Контратев Алексей Владимирович, руководитель по проектам каким-то культурным. Вы знаете, он два несколько дней, мы с ним через каждые полчаса разговаривали, и он мне все что-то спрашивал, все что-то обещал, и в результате сказал, что они не придут. Вы поймите правильно, чтобы не получилось так, что сейчас, вот вы сейчас долго спорите, обсуждаете, а потом придет военно-историческое общество, потому что они, извините, платят деньги. Он не ответит свой проект. Нет, 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 он мне, смотрите, что ответил. Он мне сказал, и он сказал, что они напишут официальное письмо, что военно-историческое общество... Дорогие друзья, можно вам сделать предложение? Мне кажется, вот у нас все это начинается так по-русски все, и мы в войну памятник превращаем, что очень недостойно. Мое предложение заключается в том, что нужно, видимо, нам найти другую форму обсуждения. Не в этом составе, в других местах, может быть, и как-то вести это более, ну, помнить, что мы все хотим делать, во-первых, доброе дело, хорошее, чистое дело. Давайте здесь, вот, уже это нерешаемая, по-моему, проблема... Потому что здесь получается, что нет самого главного участника, который в результате будет реализовать все это, реализовывать все это. Понимаете, что... А этих представителей сейчас нет, и трудно как бы обсуждать, непонятно, что мы обсуждаем, может быть, это вообще не найдет никакой реализации, а будет другой... Я поняла, вот, он мне дал три пункта, вот этот Алексей Владимирович Кондратьев, которые он мне дал, и сказал, что они пришлют официальное письмо в Союз кинематографистов. Первый пункт, что РВИО не будет финансировать памятник. Второй пункт, что надо заново проходить все комиссии, потому как время истекло, комиссии были в 2016 году и не увенчались успехом. И третий пункт, что РВИО при наличии источника финансирования готова вновь участвовать и объявить открытый конкурс проектов памятников. Вот видите, мы уже с вами пришли к тому, что конкурс открытый, но здесь встанет вопрос, вот смотрите, для того, чтобы вновь выйти на комиссию, значит, получается, коль они уже сейчас как бы немножко завуалированы, это все вопросы, дальше, значит, вы должны будете быть инициаторами на новом заседании комиссии. А для того, чтобы быть инициаторами, нужно представить это обязательное условие, гарантийное письмо с указанием банковских реквизитов той организации, который будет инвестором. Получается, что вы заказчики, но у вас нет инвестора. У нас очень многие памятники. Вы знаете, сколько в год нам поступает предложение об установке памятников, в том числе и профессионально, вот, возможно, трактовать как профессиональный памятник. У нас недавно был установлен памятник фронтовой медицинской сезонной, он тоже абсолютно общий, да? И конкретно, вот сейчас у нас огромное идет там тоже обсуждение по памятнику Булгакову, жители против одного, за каждым, кстати, это ответ на ваш вопрос, за каждым памятником стоит история, и очень часто скандальная, потому что кому-то не нравится место, бывает, что место не подходит, вот, как с Владимиром было, то есть там до ЮНЕСКО дошло, потому что действительно место не подходило. В общем-то, все, вот такие вопросы, они, вроде бы, кажутся так просто. Вот мы предложили, должен памятник стоять. Кто за него будет платить? Город не финансирует, нет такой программы. Валентина Васильевна, ну вот сказал же, Вот то, что вы сейчас сказали, Николай Ельцов, да? Ну, они готовы в этом подчеркнуть. Анатолий Валентинович, подождите. А, Валентина Васильевна, а скажите, а вы это сами, за какой были бы проект? Вот ваше мнение. Во-первых, я не эксперт. У меня другое образование. Вот, понимаете, мое личное мнение, я могла бы выразить, вот, как проходят конкурсы больших памятников. Допустим, выделяется площадка. Большие конкурсы памятников у нас проводила Москова архитектура, как правило. Выделяется площадка большая, и там представляется до 20 проектов. И проекты, ну, как бы, есть совет тоже художник-экспертный, тайным ли голосованием там как-то, но именно вот так. То есть люди голосуют за тот или иной проект. Спасибо большое. Можно мы, наконец, дадим слово скульпторам? Мы их приглашаем. Мы скульпторам сейчас надо отдавать. Я большая политика, вы меня извините. Когда речь идет о том памятнике кинооператору фронтовому, медсестре, значит, слесарю, токарю, кто в очереди раньше стоит. У нас отбирают победу, извините меня. Только что говорили о том, что в Праге происходило. Сейчас американцев опросили, кто хоть раз вспомнил Советский Союз. Поведила Америка. Извините меня. Они в школах учат. У нас каждый год останавливаются памятники фронтовые. У нас есть повод. Фронтовой кинооператор, люди, которые сняли войну, люди, которые оставили документ, с помощью которого мы можем их всех убить. А мы сейчас обсуждаем вот эти штуки. Вы можете обсуждать все, что угодно. Не мы, а вы, между прочим, тоже. Мы тоже. Я здесь представляю не только свой журнал и себя. Я представляю партию ветеранов России. И с вашего позволения, у меня есть полномочия сегодня, полученные от председателя партии. У всех есть полномочия. Но этот вопрос поднимем уже всерьез. Должно быть какой-то, как бы, резюмирующий итог этого всего встречания. Давайте я уже тогда закончу. Мила, Мила сейчас его озвучила. Простите меня. Когда здесь обсуждается, каким быть памятник узком, вот здесь сидят скульпторы. Нет. Не надо программировать скульптора. Он должен проникнуться значимостью работы, значимостью дела. Он должен понять, вот есть кинокамера, а за ней живая плоть человеческая. Вот он сейчас жив, завтра нет. Володя Сущинский, простите меня, я так привык его называть, потому что вокруг меня все говорили, Володя, Володя, хотя он мне в отцы годится. Он снимал взрыв снаряда, осколок которого его убил. И в кадре это все видно. Понимаете, и сколько их гибло в тот момент, когда у них работала камера. Вот о чем надо говорить. И скульптор должен это пасть. Скульптор, у них свои мозги. У оператора свои, у сценариста свои, у администраторов свои. В мэрии там свои мозги, у них свои очереди. Им наплевать вообще на то, что у нас там отнимают все. Понимаете? А скульптор, они находят образы. Да, образы находят. Символы. Конечно, конечно, можно сказать, да, были женщины на войне. Маша Цухова погибла, опять же я ее называю. Машу уже так ее называли. Уважаемые коллеги, давайте как-то немножко все-таки действительно резюмируем. Значит, Мила, вы внесли ясность. Причем определенную ясность. Давай не подходить к этому так, как надо подходить. Вот надо подходить с позиции документов в любом случае. Мы выяснили теперь, что нужно начинать сначала. Поэтому рекомендация может быть только одна. Выходить в союзу кинематографистов. Может быть, повторно к руководству, к своему синициативой. И обращаться повторно. То есть все, проходить процедуру. Но для этого, для того, чтобы выйти с этой процедуры, нужно понимать, кто будет финансировать, в каком объеме. Теперь я хочу все-таки дать слово Марии Татевян. Она очень долго ждала. Скульптор, который много работали. Да, они здесь. Мария, включите кнопочку. Добрый день, уважаемые господа. Мне просто что хотелось сказать, так сказать, прослушав вас всех. Значит, как шла моя работа. То есть я представляю как бы авторский коллектив. Я на самом деле мой скульптор. Я просто художник. И закончила Строгановку и Масахша. То есть как бы дипломированные специалисты. И мои работы как бы известные. И на Манеже у меня там витраж, например. И вот в Словении мы открыли памятник, открывал Путин. Значит, первая мысль, которая у меня была, когда я услышала об этом как бы, ну, задание, что вот, ну, может быть, да, вот такой памятник. Какой может быть памятник? Вот первая мысль была сделать его абстрактным. Вот первая. Что символичным, каким-то таким современным. И, значит, я даже думала, что сделать его таким, чтобы зритель, который, ну, пешеход, да, вот человек, который идет мимо, чтобы он мог быть соучастником этого памятника. То есть делать и подойти как бы, и он мог бы заглянуть в объектив и почувствовать себя кинооператором, посмотреть как бы через дырку, да, которую смотрит каждый кинооператор. Вот. Но потом я посмотрела все кинофото документы, которые мне предоставила вот Клуб Микоши. И как бы по-другому взгляну на эту тему. Ну, не только я, весь наш авторский коллектив. Понимаете, эти люди снимали для нас, остановили время для нас. Понимаете, они задокументировали его. Они вот сейчас, сегодня показывали, что показывают, как заряжается пушка, как там подвешивается бомба, как она выглядела, эта бомба. И после этого мы поставим памятник дырке. Вы меня извините, меня это просто удивило. Что у вас, вы понимаете, ведь сейчас молодежь действительно, вот молодой человек правильно сказал, ведь никто не знает, как выглядит камера. Если вы просто положите камеру, они, молодые люди, не поймут, что это такое. Вам надо не в том же, что делать, не писать, это камера. Понимаете? Вы посмотрите хотя бы вот работой. Я видела, я посмотрела. Здесь просто положена камера. Если вы художник, вы должны что-то увидеть. Судя по вашей логике, вы много лет не будете понимать, что это уже находится в альерах. Я поэтому хотела, чтобы скульптура, чтобы была фигуративная, фигуративная памятник был фигуративный. По логике этого мальчика, он делает целый. Ну вы понимаете, это абсурдная логика. Дайте мне это сказать. Я вас не переживаю, берегу Ивана. Поэтому хотела, чтобы обязательно он стоял в форме. Что-то дырка. Это нас оскорбляет. Вы не понимаете это. Я поэтому и не хочу это делать. А по сути дела, символ получается такой. Вы не понимаете хотя бы слова, если вы не знаете, как это называется. Я правильно назвала, что объектив. И поэтому получается, что сила непонятна, что я хотела, чтобы был образ человека, чтобы он был в определенной форме, в определенной одежде, в определенной варме. Ну вот. А что вы думаете, что просто лежащая какая-то камера будет образом? Когда будет камера? Но это только для вас. Когда для вас это будет образ. А для других людей, для миллионов нет. Они не понимают просто, что это такое. А вы сейчас за миллионы отвечаете? Вы знаете про меня. Юрий Станиславович, это уже действительно получается просто... Мария говорит свое мнение. Вы тоже можете иметь свое мнение. Но вы как бы выводите все на скандал. А зачем скандал? Дело в том, что вы не даете говорить тем, чье мнение вам не нравится. А я все-таки хочу вернуться к началу и сказать, ребят, значит, во-первых, мне Калинин сегодня сказал, что у вас было вчера правление, Ирина Николаевна. И вы согласились с тем, что возможны варианты. То есть к этому мы сейчас идем. Я не понимаю, почему такой крик со стороны милый, безумный. Вы проделали огромную работу, за что вам огромная благодарность. Вы сдвинули эту машину с места. Мы этим не нуждаемся. Спасибо. Хорошо. Мы это делаем из других соображений. Это было бы не только для операторов Союза Кинографии России, совместно с Гольцфильмофондом Российской Федерации Н.М. Бордачев, НИИ Киноискусства, ВГИК, господин Фомин Идерявин, рассмотреть предложение по созданию скульптурно-архитектурного отображения подвигов фортовых операторов объявить закрытый конкурс. То есть это решение от 25 апреля, решение пленума, на котором присутствовал Никита Сергеевич Михалков. Поэтому мне кажется, что сейчас не надо нам сильно всем кричать, а нужно просто обратиться к тому, что есть как факт. В общем, мы в какой-то степени собрались именно для того, чтобы не кричать, друг друга не обижать, но горячо об этом поговорить. Потому что нас это задевает, и, как вы понимаете, у нас никакого в нашем клубе интереса не настоять на своей версии, не что-то с этого поиметь. Мы люди в другом измерении. Работаем и живем. Поэтому мы говорим... В каком-то смысле Валентина Васильевна заводим заблуждение, потому что у нее есть свои задачи. Она в своей профессии, это ее работа. Моя-то задача, прежде всего, объяснить порядок. Понимаете, можно год так собираться, и два. Как проходит конкурс? Вот я вам сказала. Спасибо. Представляют несколько работ. Вот вы можете своей там гильдии собраться, они выставляют все эти работы, и вы голосуете за них. Иначе вы никогда не придете. Только голосование. У каждого будет свое мнение. Сколько людей, столько и мнений. Замечательно. Только голосование. Мы вылечим, Владимир Владимирович. Мы вас помним. Проведено голосование и честным, демократическим путем представить памятник. Это все только настоящий. Ну вы хотите представить проект, а потом уже от него тогда истать деньги. Да, конечно. Вы нас правильно пользуетесь. Ну вот тогда, значит, так и действуйте. Коль у вас сейчас товарищей в согласии нет, значит, нужно снова начинать. Эти работы пусть участвуют, и другие работы пусть участвуют. А сейчас мы собрались у нас на совещание. У нас будет наше стол. А разговор вот набрасываем мнение, делимся позициями и прочее. В общем, должна работа продолжаться. Конечно. Конечно. Потому что памятник нужен. Это знают все. Так. Да, вы хотите что-то сказать ветеранской организации. Конечно, да. Вам слово. Так, уважаемые коллеги, конечно, круглый стол это определенная форма, так сказать, такого творческого дискурса. Надо знать в вежливом форме. Агрессия, это, конечно, непонятно. С точки зрения моего личного мнения, обсуждается память кинооператора фронтового, это люди героической профессии. Они для нас оставили вот эту киногумнистику в Великой Отечественной войне. И они здесь неоднократно говорили о том, что они погибали на своем посту, исполняя свою миссию. Подпурили действовали. И они действовали фигуры в таком виде. Люди, они грубые, повесенные кинопленкой. Поэтому я считаю, что это мое личное мнение, что такое должно быть воплощение этого подвига и памяти об этих людях. Ну и тут кстати прозвучало, что все-таки это общественно-историческая монументалистика, а не кладбищенская, где там камера лежит на могиле и так далее. Это вообще-таки разный жанр. Это вписывается в общественную среду, понятно. С точки зрения нашего участия, союза ветеранов, у нас есть комиссия по увыкновечиванию памяти Героя Отечества, есть фонд, мы могли бы с вами в этом плане посотрудничать. с удовольствием примем в образовании. У нас еще есть Творческое объединение Отчизны, где проходит герой патриотической тематики в плане культуры. Есть секция документального кино, значит, вот эту нашу Отчизну Творческое объединение изглавляет Межкин, Михаил Иванович, вы его знаете, да? приглашаем ваш коллектив, тех, кто здесь прислушает, поучаствовать в нашей работе этого Творческого объединения. Спасибо. Голос ветерана мы услышали. Еще хочется голос вот родного человека Трояновского. Я хотел бы сказать, что хотелось бы видеть, когда смотришь на памятник человека, и в этом смысле может быть приоритет к такому типу, но вот ни один из этих вариантов мне лично не нравится. Да, также, извините, вы зря хлопаете, потому что мне не понравился. Не только вам. Мне также не по душе представленные ваши, я посмотрел проект. Это больше памятник, я не знаю, чему, действительно, могильный, кладбищенский. Мне бы хотелось видеть больше вариантов, из которых выбрать. И как правильно вы сказали, насколько я знаю, видел фотографии, как отец сработал, так камеру не держит. я прошу скульпторов как-то посмотреть фотографии хотя бы, а то получится как памятник Жукова, вот там лошадь, которая никогда так не ходит. Вот у меня такие ассоциации с этим. Так что хотелось бы видеть больше вариантов. Еще раз провести, видимо, конкурс открытый, закрытый, я не знаю. Все, спасибо. Если позволите, Ирина Николаевна, если позволите, буквально одна минута. Нет, вы уже говорили, а у нас есть человек, который не говорит. Юрий Петрович, идите, сидите выступать. Юрий Петрович, вы хотите высширить? Идите сюда. Садитесь. Юрий Петрович Махеттонов. Он сейчас сделал сам своими силами людей Центр научки. И его студия, которой уже нет разговоров, и все равно вы не раз. Благодаря? Нет, вообще, когда я не был. Садитесь, не задитесь, не задитесь. Вы словно проплёс. Говорите, пожалуйста. Сейчас. Сейчас. Вы понимаете, я хочу сказать так. Я, в общем-то, ну, тогда, извините, я сяду. Ничего, да? Вы понимаете, я резко отличаюсь от вас всех, потому что я, конечно, не имею такого опыта, как у вас, и все. Но когда я впервые увидел те памяти, которые были показаны, я прошёл, в общем-то, мимо, и они меня не удовлетворили. В каком контексте и почему? Потому что я считаю, что можно спорить, как он был одет, как он там, и всё прочее. Это должен быть образ обобщённый, я считаю. Обобщённый, ну, как бы, если можно так сказать, конечно, это очень натянуто особой кастой людей, потому что они все люди, и мы все люди. Они прекрасно знали, на что они идут, и они знают, что это идут они, решка или орешка. Будут ли живы? Не будут. Но надо снимать, а не снимали. Это очень хорошо описано везде. Но, понимаете, когда вы подходите к тем памятникам, которые были представлены, ну, стоит человек, стоят камеры. То ли это снимается кино, то ли это там башня с часами, то ли это английский ликбен, непонятно. Поэтому тут должно быть, ну, я даже нарисовал какой-то, ну, как помыть свой, это самое, рисунок. И взял фотографии некоторые из тех книг, которые вот сейчас мне удалось достать, смотреть. ну, как бы, чем они интересны? Тем, что они, в общем-то, люди не позируют, а именно идут. Поэтому я представляю себя в каком-то обобщенном, должно быть, это образе. Потому что этих людей было очень, не так уж много. Но вы вспомните вообще самую цифру, которая вообще даже по истории написана, что каждый второй убит, каждый четвертый ранен. Их всего было на фронтах, по-моему, по 200. Каждый четвертый убит, каждый второй ранен. Я читал так. Каждый второй ранен. Ну, может быть, я не берусь в пользу, потому что я видел эти цифры по-другому. Ну, это не принципиально, по-моему. Но, во всяком случае, должен быть обобщенный образ человека. И чтобы вы подходили и не думали, что это такое, тут не годится ни абстракция, ничего. Должен быть конкретный обобщенный образ этих людей. Хотя бы сказать потому, почему это должно быть. Потому что вот один из кинооператоров, который приводит воспоминания этого книга «Кино на войне», он говорит, вот, я пришел в момент обеда. Сидели обеды спокойно, началась атака. мне нужно снимать, я выскакиваю, начинаю снимать. Но ведь стреляют то и наши, и стреляют те, а я между двух огней. солдат-то может уйти в окоп, а я что? А я стою. И поэтому я считаю, что образ должен обобщаться. образ, но фигура, да? Или что? Или камера. Вы знаете, что, я скажу вам такую вещь, вы извините, может быть, я и не прав. В Ленинграде, вы извините, в Петрограде. Есть памятник стерегущему. Вот, прямо сорвали это у меня. Вода. Это лаконичный. Вы сначала видите борт корабля, идет вода, стоит один матрос, держит другого. Матрос, человек. Человек, да. Вот так вы должны быть здесь. Ну так вот, значит, человек. Значит, все-таки человек, да, Юрий Петрович? Человек, но это должно быть обобщенным. Понятно, но человек. Спасибо большое. Только человек. Конечно. Спасибо большое. Мы сидим здесь. Человек в воде, понимаете? Потому что этот лесминец стерегущий, почему поставили по этому? Потому что они вскрыли кинстоны. Это понесли. А если погибший отряд там? Есть идеи. Есть камеры в руках. Тот же Володя Сучинский. Да. Может быть. Может быть. Поливший. Может быть. Поливший. Почему бы нет? Хорошо. Дорогие друзья. И еще сказать. И потом начались споры насчет камеры. Английская, американская. Извините, товарищи, а какая разница? Оператор выполнял свой долг. камера. Ни при чем. Ни при чем, когда она в руках человека. А когда она просто лежит. Очень даже при чем. Очень даже. Я хочу завершить наши горячие иногда даже за пределами температуры обсуждения. Вот. И операторы дорогие мои послушайте меня пожалуйста. Давайте мы сделаем так. Мы обобщим материалы анкет, которые заполняли. Мы обобщим результаты выступлений. Мы соберем все ваши предложения такие графические в изобразительном виде. Вот то, что Юрий Петрович нам предлагает. И нам нужно собраться всем вместе, чтобы об этом поговорить. Включая операторов, включая общественные организации, ветеранов, бессмертный полк. Все, кто в это вложил свои силы, свои идеи, свою страсть. и в том числе и наш клуб, который все это столько времени продвигает. Мы хотим участвовать в этом. Почему мы не можем? Я член союза, это любители из на такей кино. Почему мы не можем участвовать в этом разговоре? Можем. Можем. И кстати, постановление постановлением, а в решении все мы были указаны. Потом почему-то постановление исчезло. Но мы не будем в этом копаться. Это вопрос бюрократии и всего прочего. Вот давайте на этом поставим точку, что мы собираемся, заново все начинаем и прежде всего договариваемся, какой это будет памятник фигуративный, символический, малая форма, большая форма, где будут расположены имена и фамилии операторов. Вот все это мы должны обсудить. Ирина Николаевна, я просто вас безумно уважаю, вы знаете это, но мне кажется, что у вас есть одна ошибка. Я думаю, что мы должны на площадке союза между собой сначала поговорить. Я хочу вам напомнить, что у нас такая есть странная гильдия художников. Я бы предложил с участием этой гильдии поговорить. И тогда мы будем более с пониманием относиться друг к другу и к решениям. Разумные предложения, пожалуйста, давайте. А потом уже на суд общественности. Давайте так. но только чтобы это келейно как-то не происходило. Что вот побежали и уже в студию Врекова. Нет, мы как вариант предлагали. Вот так. Давайте варианты все. Все варианты на суд и будем обсуждать. Ирина Николаевна, а вам не кажется, что келейно это было до того, как мы побежали в студию Врекова? Нет, какая же келейность? Я подходила к Игорю Семеновичу и он мне сказал, что мы не будем об этом говорить. Мила к нему подходила. Он не хотел с нами об этом говорить. Его воля. Мы не навязываемся никому. Он не хотел, а мы захотели. Ну давайте мы продумаем с вами вместе, как мы соберемся гильдии. Наша гильдия примкнет. Валерий Иванович, Шемякин, все, кто занимается документалистикой. И мы примем человеческое решение. Поэтому я хочу сказать, что я всех благодарю в том числе за возникшие здесь страсти и желаю вам всего хорошего и давайте будем все вместе это дело как-то устанавливать как память.